Проблема затопления садовых участков держит в страхе жителей СНТ «Шинник» уже несколько лет. Во время проливных дождей вода бурным потоком обрушивается на сады и огороды, уничтожая весь урожай на своем пути. Местные жители устали бороться своими силами со стихией. К проблеме подключились журналисты «Энмедиа». Мы несколько раз отправляли официальные запросы руководителю исполкома, господину Баландину, с просьбой о встрече на интервью. В ответ лишь отписки. На минувшей неделе нам сообщили радостную новость. Денис Баландин наконец-то назначил дату встречи. В пятницу мы отправились на конструктивный диалог, чтобы получить ответы на все вопросы. Участие также приняли руководители МУП КПБ, департамента ЖКХ, председатель СНТ и другие представители городских структур. Свою речь по традиции Денис Баландин начал с перечня мероприятий, которые были проделаны в текущем году. В этом году, в 19-м году, дополнительно мы сделали или, значит, установили трубу диаметром 400 миллиметров, протяженность 100 метров и соединили озеро Безымянное и Юртово. Заглушка Д-400, о которой говорит руководитель исполкома, действительно изменила ситуацию. Но не ту. Проблема с затоплением участков ранее была и у СНТ «Чайка». В их случае вода на огороды шла из озера Безымянное. Вот вам наглядное объяснение. Есть три озера – Подборное, Безымянное и Юртово. На каждом установлена специальная заглушка, которая открывается и регулирует уровень воды. Так как этот уровень в озере Безымянное был достаточно велик, там и установили Д-400, чтобы быстро его снижать. В связи с этим вопрос потопа в «Чайке» был решен. Но ведь мы говорим об СНТ «Шинник». Здесь корень проблемы кроется совсем в другом. Вот та самая труба, которая не способна пропустить весь поток через себя. Была бы она очищена от песка и ила, вода не разливалась бы по садам и огородам. Но делать это в планы чиновников не входит. То есть вот как раз-таки по этой трубе вода с лесопарковой зоны, вот она приближается к дачным участкам, она через эту трубу проходит дальше вот сюда. И вот именно эта труба, например, одна из всех, она забита полностью более чем на 70%. Вода не успевает пройти дальше и начинает переливаться. Для того, чтобы вы поняли, да, потому что я как бы, ну, объясняю так, чтобы, ну, вы поняли этот вопрос. Вот когда будет труба, из которой, ну, которая будет снижена с оголовками лимоневых стоков, в этой трубе уже потребности не будет. В планах у администрации города проложить новый водопровод. И здесь сразу же встречный вопрос. Кто будет отвечать за ее чистоту? Ведь история может повториться. Труба забьется, вода не сможет течь в большом количестве, и огороды снова окажутся под опасностью. Если, значит, будет в дальнейшем построен трубопровод, по которому централизованные лимоневые истоки будут идти в озеро, соответственно, этот построенный трубопровод, он будет передан на баланс муниципалитета, и в дальнейшем будет организована, значит, обслуживающая организация, которая, ну, определена обслуживающая организация, которая будет обслуживать этот трубопровод. Потому что это имущество, и любое имущество должно содержаться и обслуживаться. Поэтому с этим вопросом в дальнейшем не станет. Еще одно решение, которое предложили чиновники – строительство локально-очистных сооружений. Что мы ожидаем от проведения мероприятия? Это фирменевые стоки, которые идут с города, они будут очищены от песка, и лопрощик примесей. Централизованно будет направлено трубопровод в озеро подворное. Таким образом будет исключено заеденный водоем, и подъем уровня воды прекратится. Еще один момент. Лес рядом с садовым товариществом «Шинник». Он относится к российскому лесному фонду, и дадут ли разрешение на строительство очистных под большим вопросом. Еще вопрос. По поводу локально-очистных сооружений. Вот место строительства было уже выбрано? Нет. Это может быть выбрано только в результате. Нет. Предположений никаких нет. Это может быть определено только в результате проектных работ. Ну, хорошо. Я так понимаю, оно будет где-то приближено к этому. Я не знаю. На данный момент мы не можем ответить на этот вопрос, потому что это будет определено только в результате проектных работ. И опять никакой конкретики. Вопросы остаются открытыми. Только обещания. Точно известно лишь одно. Решить проблему садоводов удастся к 2022 году. Так что дачникам придется набраться терпения. Кирилл Темников, Влас Семагин, НМедиа.